Сейчас в Барселоне находится моя коллега Ирина Иванова, она с нами на прямой связи. Ира, здравствуй, появились ли новые детали? Что происходит в Барселоне сейчас? Добрый вечер, Наталья. Ситуация в Барселоне остается без изменений. Водитель фургона, намеренно убивший на этой улице более десятка людей, до сих пор не найден. Город понемногу возвращается к привычной жизни. Но в то же время появляются интересные подробности о теракте, который планировали террористы устроить накануне в туристическом городе Камбрильс. Оказывается, четырех из пяти злоумышленников убил один полицейский. Сейчас правоохранители утверждают, что ситуация в этом городе уже под контролем. Местные отмечают, что туристов на пляжах стало значительно меньше. Но, в принципе, им это не удастся. Полиция предполагает, что все случившиеся в Каталонии теракты планировала группа людей в городе Алканар. В ночной среду там случилось еще одно происшествие, взрыв в жилом доме. Возможно, сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники хотели использовать в очередном теракте. В самой Барселоне туристическая жизнь продолжается. На центральной пешеходной улице, где случилось происшествие, сегодня много людно. С утра заработали кафе и магазины. После обеда открыли проезд в центре города транспорту. Люди прогуливаются, снимают на видео место происшествия, возлагают цветы. Полиция буквально на каждом шагу. В городе также много журналистов. И, несмотря на запрет местных властей, люди устраивают импровизированные демонстрации в поддержку пострадавших и против терроризма. Студия. Спасибо, Ира. Ирина Иванова была с нами на связи из Барселоны.